Внимание! Противник с тыла! Огонь! Одно из первых испытаний на правоношение черного берета – комбинированная стрельба. Каждый претендент имеет всего лишь одну попытку выполнить упражнение. Цель – максимально быстро и четко справиться с поставленной задачей. Однако при прохождении этого этапа экзамена, приемной комиссии, в котором выступают уже опытные ОМОНовцы, оцениваются и другие не менее важные параметры. Физическая подготовка должна быть на очень высоком уровне, но это не панацея, это не основное качество. В целом сотрудник должен быть достаточно конкретным, собранным, вообще знать цель в своей жизни, при этом должен обладать определенными умственными способностями, качествами, анализировать обстановку, быстро принимать решения, что немаловажно, ну и, соответственно, психологическая устойчивость. Кому-то экзамен покоряется с первой попытки. Кто-то поднимается на пьедестал во второй или третий раз, который является последним. В противном случае сотрудник покидает подразделение. Виктор Рыбачук пришел в ОМОН относительно недавно. Первая попытка сдать экзамен не увенчалась успехом. Практически полгода молодой человек готовился. Работал над ошибками, чтобы дойти до заветного финиша. Черный берет – это вообще символ ОМОНа. Кто пришел в подразделение, спустя полгода должен на первую сдачу идти, на черный берет сдавать. У меня первая сдача не удалась, была весной. Постоянно приходим на базу, занимаемся, рукопашным боем бегаем в тренажерном зале. Каждое свои любимые занятия выбираю для себя. Экзамен на правоношение черного берета построен таким образом, чтобы проверить молодых людей и на выносливость. Испытания идут строго одно за другим. Стрельба, марш-бросок, работа на макеваре, рукопашный бой. Причем не между собой, а уже с опытными представителями ОМОН. Времени на отдых – минут 10. Это позволяет кураторам экзамена провести инструктаж, дать рекомендации и озвучить результаты. Экзамену в этот раз предшествовали недельные сборы. В этот учебный сбор входят фактически все направления, по которым у них будут приниматься экзамены. Физическая, огневая, медицинская, тактика специальная, специальная подготовка, где в сжатый период времени они максимально получают информацию о том или ином направлении и занимаются спортом, соответственно. Поэтому по первому разу, который мы проводили в этом году, это был май-июнь 2016 года, получилось, что из семи сотрудников, допущенных к сдаче на берет, не сдал только один. То есть это означает, что вот эти сборы, они оказались очень продуктивными. ОМОН – подразделение, выполняющее поставленные задачи, четко и слаженно. Поэтому и требования к правоохранителям самые высокие. Как правило, из числа отобранных кандидатов до финиша доходит лишь половина. А это значит, что получить заслуженный черный берет в торжественной обстановке – особенная гордость. Очередной экзамен в этот раз с честью прошли два сотрудника. В их числе и Виктор Рыбачук. Теперь молодые люди станут полноправными представителями специализированной структуры.